Новые туристические круизные маршруты и укрепления Волжских берегов. Первые лица города и области обсуждают вопросы и проекты на теплоходе Юрий М. Зал заседания организовали в кают-компании, где Алексей Русских поставил задачи профильным специалистам. Круизный туризм должен развиваться, чтобы Ульяновская область стала более привлекательной для иногородних и иностранных гостей. У нас хорошие традиции, большие перспективы и правильном подходе к делу. Мы должны обеспечить регион современной транспортной речной инфраструктурой и за техническими и портовыми сооружениями, благоустроенными подъездными транспортными путями. Глава региона намерен возродить речные пассажирские перевозки, закупить три метеора и создать в Самаре и Казанию судоходный союз. Кроме этого, еще есть большой межрегиональный проект, который будет в ближайшее время презентован Дмитрием Николаевичем Чернышенко. Это проект называется «Великий Волжский путь», который объединяет регионы Приволжского федерального округа. Такой большой межрегиональный туристический маршрут, по которому пойдут как раз-таки круизные теплоходы, для которых мы должны здесь создать соответствующую инфраструктуру. В Сенгилее необходимо углубить дно для того, чтобы крупные суда могли пришвартовываться. В Димитровграде также ожидаются масштабные работы. Это строительство набережной и причала. Для того, чтобы город на семи ветрах не сполз в самую большую реку в Европе, необходимо внести поправки в генплан. Далее потребуется инвестиция в масштабную кампанию по укреплению берегов. А чтобы туристам было интереснее и удобнее знакомиться с местными красотами, планируется создать Нижнюю набережную. На ее строительство требуется почти полтора миллиарда рублей. Обновленная береговая линия будет органично смотреться в урбанистическом ансамбле. Потому что завершение строительства контрбанкета железной дороги, формирование парка Приморский и вообще всей линейки, которые свяжут сегодняшний речпорт и президентский мост. Вот это наше будущее. Большая действительно интересная территория, которую можно было сделать комфортную территорию для граждан. В ближайшие годы планируется обновление парка прогулочных теплоходов. Старожилы речного вокзала «Омик» и Юрий М. катают пассажиров с советских времен. Этим теплоходам от 43 до 60 лет. Для того, чтобы отправить их на заслуженный отдых, необходимо воспользоваться программами субсидирования на покупку новых судов.